Коран ясно говорит нам, что чувство беспокойства, волнения, состояние стресса – это часть человеческой сущности. В этом нет ничего неправильного. Социальные проблемы могут и станут причиной нашего стресса. Аллах говорит пророку алейхиссалату ассалям. Мы знаем, что твоя грудь сжимается от того, что они говорят. Вы только подумайте об этом. Твоя грудь сжимается из-за того, что говорят о тебе люди. В суре Кахф Аллах говорит. Это очень сильный аят, который показывает нам, к чему может привести депрессия. Аллах Святона Велико обращается к своему посланнику алейхиссалату ассалям. И он говорит, ты можешь погубить себя, скорбя о том, что они отворачиваются от истины. Знаю, что это звучит мелодраматично. Это арабское слово бахаа. Бахааа значит уйти в депрессию до такой степени, что вы просто умрете. Не самоубийство, конечно, но просто ваша депрессия приведет вас к смерти. И Аллах говорит в ранний мекканский период. О, посланник, мы знаем, что ты идешь по этому пути. О, посланник, ты волнуешься и переживаешь слишком сильно. Не иди по этому пути. А не то это просто убьет тебя. Но, конечно, наш пророк алейхиссалату ассалям, почему он так печалился? Почему он горевал? Потому что люди не верили. Ни из-за денег, ни из-за мирского. Почему он был в депрессии? Мне не следует использовать слово депрессия, следует сказать, он чувствовал боль. Это слово подходит больше. Он чувствовал невероятную боль. Почему же он так себя чувствовал? Потому что его народ не верил. Вы только представьте эту боль и печаль. Также мы узнаем из Корана, что мать пророка Муса, алейхиссалям, Аллах Святой и Велик, говорит ей. Так мы вернули Мусу его матери, чтобы утешились ее глаза и чтобы она не печалилась. Хватит волноваться. Это естественно, подвергаться чувство волнения, грусти и печали настолько сильно, что Аллах говорит о пророке Якубе, алейхиссалям. О том, что сделал пророк Якуб, алейхиссалям, когда потерялся его сын Юсуф. Аллах говорит. И побелели глаза его от печали. То есть плач и боль были настолько сильными, что он ослеп. Аллах не раскритиковал его за то, что он опечалился. Аллах не осудил его за чувство горести. Его любимый сын Юсуф потерялся, как мы знаем из истории. И его любовь к Юсуфу превзошла все границы. И грусть, которую он испытывал, а также печаль, которую он испытывал, была настолько сильной, что даже 12 лет спустя, 15 лет спустя, его собственные дети сказали ему, «Когда же ты уже наконец перестанешь горевать о Юсуфе? Хватит, довольно!» Так он и ослеп. И Аллах ни разу не осудил его. Почему? Потому что это горе и печаль были в пределах допустимого. Его горе не стало слишком чрезмерным. Об этом мы поговорим по воле Аллаха позже. Так же, как и Марьям Мирьей, когда она спасалась бегством, будучи беременной, как вы знаете. И Аллах сказал ей покинуть свою общину. Она была совсем одна. Она была с ребенком. Некому было помочь ей. Она не знала, как пройдут уроды. Совсем одна. Что бы с ней произошло? Аллах, Свят Он и Велик, говорит. Раздался голос. Не печалься. Не печалься. Облегчение от Аллаха. Аллах не сказал, о, Марьям, ты такая благочестивая женщина. Ты лучшая женщина из всех людей. Как ты можешь печалиться? Нет. Аллах утешил ее. Не волнуйся. Мы позаботимся о тебе. Мы предоставим все необходимое. Посмотри, вот река. Взгляни, вот финики. Иными словами, Аллах утешает тех, кто пребывает в печали. И Он не вызывает чувства вины за это горе. Из всего этого мы понимаем, братья и сестры, что все эти чувства – волнение, печаль, стресс – это все естественные состояния. И они являются частью нашей жизни. В этом нет ничего неправильного. Вы не должны падать духами за волнение и печали. Просто нам нужно держать все это в разумных пределах и не переходить границы.